Моя бабушка была достаточно верующим человеком. Она очень сильно погружала в меня таинственный мир божественных историй, каких-то мифов, легенд, вот этих сказаний. Мне казалось, что Бог это вот дедушка, который сидит на облаке и все распределяет, все правильно делает и смотрит за всеми людьми, всех-всех видит и все знает, кто что плохое сделал, кто что хорошее сделал. Ну и частично, естественно, это передалось и во взрослое сознание. Ну то есть, естественно, я несу в себе какой-то вот этот религиозный налет и вот эту веру в Бога в том виде, в котором, наверное, она у меня вот от бабушки осталась и в том виде, в котором я успела почерпнуть что-то вот из христианства, но помимо этого там еще попутно из буддизма, из иудаизма и из ислама, ну то есть, мне все религии интересны в мире, но сейчас не про это. Я пыталась вот это наследие бабушки передать своему сыну и я ему рассказывала про Бога тоже, мы ходили с ним в церковь по воскресеньям, ездили в разные места какие-то, там, и мне казалось, что вот я ему смогу передать вот это вот волшебное то, что мне бабушка рассказывала, понимаете. И однажды мы собирались в церковь в воскресенье, я не могу сказать, что я прям сильно воцерковленная, но тем не менее, вот, ну, какое-то вот стремление попасть в церковь у меня есть. И я ему говорю, Алексей, поехали в церковь, поехали на службу, все, там, постоим, причастимся, там, еще что-то. И каково было мое удивление, когда мой сын, ему было тогда около 9 лет, он посмотрел на меня и сказал, мам, для того, чтобы верить в Бога, мне не нужно ходить в церковь. И когда я услышала эти слова, вы знаете, у меня в голове что-то вдруг перевернулось, я вот прям до сих пор, ну, то есть истории уже очень много лет, уже сыну 30 лет моему, и я настолько хорошо запомнила его слова, и я самой себе начала задавать этот вопрос, а почему мне-то нужно ходить в церковь, вот, чтобы напоминать себе про эту веру в Бога, то есть почему я-то до сих пор хожу, и вот что мне там такого в церкви, почему мне это нужно, то есть это не сыну моему нужно ходить в церковь, а мне почему-то, и у меня есть вот эта потребность именно ходить, то есть я чувствую, что вот мне туда нужно, ну, то есть и я стала ходить в церковь более осознанно, и, наверное, по совершенно другим причинам, не по тем, по которым ходила раньше. Поэтому благодаря словам, вот этой фразе моего сына, я пересмотрела свое отношение к Богу. Ну, вообще, с Богом у меня очень много историй, расскажу еще несколько историй, не сегодня, а еще в следующий раз, но вот эта фраза, мне не нужно ходить в церковь для того, чтобы верить в Бога, она очень сильно поменяла мое отношение к Богу. Возможно, вам тоже будет интересно, и, возможно, вы даже напишите какие-то комментарии к этому, расскажете, что у вас, почему вы ходите в церковь, потому что у меня есть такая потребность до сих пор, и я хожу в разные церкви, не только в христианские, но и во все храмы, в которые представляются возможности, я всегда захожу для того, чтобы встретиться с Богом на каком-то, может быть, другом уровне, на каком-то своем уровне. Или, возможно, он меня там лучше слышит, возможно, так. На сегодня все, с вами была Ирина Дельсоль, всем ромашек!